Итак, дорогие зрители, как обычно, на мне миссия показать, что накрыто на столе. Начнем с мандаринок, которыми никого не удивишь. Но самое главное, сегодня у нас интересное такое вспоминание о Китае, потому что это блюдо впервые мы с мамой попробовали в Китае. Это вот такой гарнир, рис, ну, можно сказать по-китайски. Крылышки, компотик. Ну и все повторяется у всех, чтобы не тянуться. Стол у нас большой, длинный. Так что приглашаем вас с нами за стол. Приятного аппетита всем! Всем привет! Это то, что у нас лучше всего получается. Организовано это здорово. Мы на канале 13.8. И мы приглашаем вас тоже с нами за стол, потому что мы уже привыкли с вами кушать. Нам уже даже скучно без вас. Раз в день мы уже стабильно с вами кушаем. То есть раз в день мы с вами. У нас сегодня рис по-китайски. Рис по-китайски. Мы его первый раз попробовали в Китае. Нам он очень понравился. Все, что ты не хочешь, вот сюда в стороночку. Нам он очень понравился. И вот продолжаем делать. Там что-то сильно так идет, что там где. Сейчас. Да, также у нас курочка сегодня зажаренная в духовке. Курочка горячая. А, это вот последняя, которая пожарила. А вот эта холодная. Вот вообще холодная. Давайте холодная. Нет, папа, а где поставь на холодную? Нет, уже папа все поставил. А что у нас? Да, посудомойка работала. Телевизор идет. А, еще и телевизор. Все, все идет. Ну что? На попу. На попу, на попу. Очень вкусненько у нас сегодня. Мы сейчас, я уже рассказывала, что мы сейчас уж обедаем. И едем у нас сегодня экзамены. Максим еще в школе, Ваня в детском садике. И мы поедем на экзамены в музыкальную школу. Снижана с Максимом сдают. Костя сейчас у репетиторов. Сейчас придет и сразу побежит на танцы. Все, кто сидят, пришли 5-10 минут назад тоже домой. Ну, кто полчаса, в течение часа. Мы будем группой поддержки. Все приходят. Я такая представляю. Представляете, дети, да? Мы такие с вами в музыкальную школу. Все приехали. Другим родителям места нигде нету. Мне нравится, когда к нам какая-нибудь перепись приходит. Если нас не знают и начинают. Нет, нам надо всех записать. Ну, давайте. А у них там три графа и четыре всего. Ну, пишите. Начинаю, когда смотрю, они уже потом обливаются. Нас много. Сегодня Костя получил пять. А вы? Ничего. Мы с Анютой четыре. Я сегодня получил хорошо от мамы. Я не пойму, вы с Анютой четыре одну на двоих? Нет. То есть двойка и двойка. А, я думал, два и два. Плюс-плюс четыре. А вы что поставили? За поделку. А, поделку делали. А, мой режим? А ты хоть его красил? Это было на другой же день. Нет, сегодня в школе мы делали поделки. А-а-а. Они в тюрьму, где было. Все понятно. На четыре полосе писала три. А чтобы было пять, что еще надо было сделать? Ну, поплавить. Нет, у меня там математики. Нет, вот вы делали поделку, чтобы пять было, вам поставили четыре. А чтобы пять на пятерку, как надо было сделать? Надо было все поразнять. Ой, вкусно. Здесь очень вкусно. Кушайте. Сразу так скучно стало. Ностальгия по Китаю. Вот я помню, мы когда целый месяц с мамой прожили в Китае, вот мы прошли таможню, ну, китайскую, и попали на территорию России, можно сказать. На территорию, не за столом сказано, но я зашел в туалет, и у меня сразу началась депрессия. Я сразу понял, что я в России. Все. Это вот такой контраст. На попку садись, бери вилочку и кушай. Сегодня нашу Ульяну посадили на первую парту. У них зрение, ирония, аромателят посадили? На русском, да. А вообще? Вообще нет. А что? Не знаю. Ты скажи, я оплёвку, понимаю по-людски. Нет. Просто когда я сидела на первой парте, я сказала, что за первой парте я думаю. Думаю? Нет, думаю. Ты просто когда будешь сидеть, мне одну, две руки поднимали, тебя спрашивают чаще. Тебе же давали справку на первой парте сидеть? Нет. Почему нет? Глазной. Давала. Мама, почему, когда у нас была вторая перемена, у Ульяны в другом классе была. Ну так ты у Ульяны спроси. Почему нет? Потому что... Мы переходим к Альгарсу. Ну, у нас биология была в кабинете географии. А так, если нормально, то все в этом классе всегда учителя-то приходят, да? Ну, вот как коронавирус начался. Мы-то учились тоже по кабинету? Нет, они ходили. В начальной классе мы всегда сидели. Никто просто погибло в учительнице. Не понял. Сейчас, вот как коронавирус начался, они стали сидеть. Валерия, вы же тоже в одном классе сидите? Да. Сидите, уже год. Иногда уходим. А когда не было коронавируса, выходили, да? Да. Как давно уже, как у нас тоже так. И вот на кабинете сидим и все. А сейчас мы редко. Ну, сейчас пойдем, но только в два кабинета туда-обратно и все. А мы на географию, на музыку, физику. Еще куда мы там. Так я сейчас думаю. Я тоже теперь должен в своем кабинете сидеть. Сижу в своем кабинете и кушаю, и все нормально. На тебя это не распространяется. Зачем мне по кабинетам тут ходить? На тебя это не распространяется. Жаль. Но удобно поспал. Я был как Ульяна. Первый завтрак, второй завтрак, да? Одна мама по кабинетам ходит. Сегодня у нас Ваня пошел первый день в садик. Что-то мы, правда, прям отдыхаем сегодня. Утро прям было такое. Я прям по улице побродила, по двору. Так прям хорошо. Еще Максимка с утра был. Заботился обо мне. Ваня пошел сегодня в садик. Я первый раз, когда приехал в Китай с мамой. Рано же мы приехали. Ночью, да? Часа. Все закрыто еще. Да, часа в четыре всегда, в три. И такой, прям возле окошка стою, не терпится. И даже спать неохота, так как это вот хочется. Нет, зачем нас сразу? А, когда последний раз? Да. Когда в Харбет? Нет. Сабы первый раз мы с тобой приехали в гостиницу. Заселились, а еще все закрыто. Я в окошко смотрю, уже хочется гулять. Первый раз же ничего не знаешь. Ну, а просто как выходили? Если они были здесь. Навигатор? Ориентировались. Ну, вот там с мамой все вещи, которые покупали. Мы не вот где туристы ходим, а мы всегда уходили, где китайцы живут. Где русских вообще нету, и по-русски ничего, ни цен нету, ничего. Мы всегда вот в этих магазинах все, что брали, очень долго служило. Там у меня брифа была. Как мы брали? Мультиварка была, да, очень долго отработала. Очень все, что... Мультиварка, которая в том доме была? Нет. Нет? Нас она не застала. Ага. Я уже не помню, много чего брали там. Ой. А то, что вот тут, ну, на территории, где для русских, все не купишь там, где не так долго работает. Мама, а вы там китайскую дыру кушали? Угу. То есть перемены китайские? Да, я же рассказывал вам. Мама сидит и ест, а я напротив есть не могу. Ммм, это козы. Нет, мама другие козы, а папа такие были. Ну, что удивительно, вот утром выходишь из дома, да, вечером возвращаешься, вот там, где улицы, где мы шли, это все превращается в рынок. Все улицы прям, народ, народ, все продается. Утром встаешь, чистота опять, порядок, как будто никакого рынка нету. А потом опять там вышиваю рыбу, все. Ну, вот представьте, такая широкая дорога, шире, чем вот эта у нас, длинная. И вот ты уходишь, это дорога, по ней ездят велосипеды, машины, ну, такое, в Китае очень плотное такое движение. А назад возвращаешься, и вот как лист в тарелке, вот так рынок, везде по всей этой дороге. Идешь прямо в толпу, и идешь прям в толпу. Продают все, мясо, тут же жарят, тут же варят, тут же все делают, тут же продают. Положишься спать, утром просыпаешься, идеальная чистота, и рынка нет. Ну? Ну, вечером возвращаешься, и опять рынок. А, ну, это вечерний рынок, специально, его вот, допустим, в 7 часов вечера только вот выводят. И там почти до, я не помню до скольки, до часу, там до скольки, до двух, до трех, вот они торгуют. Просто там дом, да, фильмоскоп, и молодежь, раз, там, компьютер. Шутка, на стенку фильм смотрят, сидят. Да, прямо на стенке идут и сидят, вот, как у нас вот был этот вот. Мама, а мы сейчас китайскую еду? Ну, рис мы едим не китайский, приготовила его мама, но первый раз мама такой рис попробовала в Китае, да. Ну, я его попробовала в хай-хэ. Не, без меня еще. Ну, да и с тобой даже, в хай-хэ. Ну, место, в хай-хэ. В хай-хэ? Нет, по-моему. А где? Сунь-фунь-хэ. Сунь-фунь-хэ. Сунь-фуньки. В Сунь-фуньке. Первый раз это с Дальнего Востока близко. Потом мы через Маньчжурию заезжали. Мясо вкусное было. Кушать? Угу. Да, есть что вспомнить. Особенно как мы ехали на поезде на китайском. Многие я потеряла на этом поезде. Не хотели китайцы нам продавать билет, потому что стоячий поезд. Стоячие места. Стоячие места. Как в трамвае, чуть-чуть мест и все. Остальное все стоячее. Сутки стоишь. Но там можно на свои чемоданы присесть, но мы попали с папой. Мы же с папой не ищем легких путей. Мы попали в тот день, когда все китайцы, вся страна возвращалась с футбола. Куда-то они ездили в какой-то китайский город на футбол. И в этот день все возвращались. И негде было. Вот ты стоишь и вот прям нога в ногу, нога в ногу, нога в ногу вообще. Шутки? Как у нас в автобусе переполнено. А спать как стоя? Ну и нам китайцы, я объясняю китаянкам, доправдайте нам. Ну вот ваши же люди поедут. Она говорит, они смогут, вы не сможете. Я чуть понять не могу. Думаю, ну как так? Я такая крупная женщина, я не смогу. А вот эти китаяночки смогут. Прям все уговаривают, не берите, не надо. Думаю, да что за поезд такой, что нас уговаривают. А то я заснула. Секретный. А ну кто у нас еще? Классно? Угу. Я еще один литер возьму, а вот они. Да не подойдут. Ну все, спрячий поезд. Все, поможешь. Угу. Да. Вы помнишь, сидели ждали поезд. На вокзале никого нет, мы сидели, сидели устали сидеть. Мы говорим, ну пойдем погуляем, прогуляемся по Китаю. Пошли там, по Китаю погуляли. Нет, вы представьте, просто представляете, большой вокзал, очень большой, и никого нет. Мы сидим, и может еще кто-то. Человека два-три еще сидят. Человека два-три сидят, и все. Прошло полчаса. Мы пошли погулять туда, где живут китайцы, туда ушли. Ни в трущобы пойти. Я помню на сим-карту купили вот этот раз китайский. Мы возвращаемся. Дверь вокзала открываем. Тuda людей, во-чьей, полный. Миллион, миллион. Полный вокзал людей народу. Мы такие, аааааа. Что такое? О, поезда. Раз-раз и все, и опять вроде как. У них так принято, весь народ к поезду приходит. Пришел бедный негр Высокий такой Большой, сел Одел очки черные и сидит Делает вид, что спит Они, видать, его до такой степени Они ему надоели уже Они прям вот так подходят к нему в глаза Прям Он сидит, сделает Очки темные, вообще глаз не видно Видать, он уже устал от них Потому что они встают рядом с ним Фотографируются И такие ему прям Так специально шевелят Вот так вот прям в глаза Да ничего, он даже не пошевелился Но он просто, видать, уже устал Просто устал Он делал вид, что он спит Бедный Ну там и русские-то вот Когда в карбине идешь Они даже с нами фотографируются Да, я стою, я же высокая Стою такая Он раз ко мне подойдет Он маленький китайчик Подойдет ко мне рядом В автобусе Стоит такой Мы с папой улыбаемся Ничего, ничего Думаю Ничего, ничего У меня ноги нету Но вы Много, конечно Но вот это канатная дорога Про которую мы в тот раз рассказывали Это было что-то, да? Да, поехали мы на канатную дорогу В общем, я всю дорогу проплакала Что согласилась поехать А где обратно мы на пароме вернулись Мама, а ватки маленькие люди, когда вы взрослые? Ну да, доча, бывает Бывают они Они когда уже рождаются По ним сразу видно, что они такие будут У них попочка такая Ручки такие Это не смешно Это очень страшно Бывают доча Ну, называют Ну, бывают Кушай, Мария Чего тебе стало ничего кушать? Чего ничего не кушаешь? Горох, главное, выбрала Один горох У нас сегодня морс На зиму мы заготавливаем малину с медом И вот сегодня морс из этой малины с медом Доча, ты пошла Монику запускать? Нет, нет, нет И сегодня у нас морс из малины с медом Очень вкусно Я больше не могу Все накушались сегодня Ну, ничего Мамы сегодня не будет Будем доедать все Сейчас приберем чистенько, уберем И сегодня готовить уже больше не будем Скажи, Рома, ни за что Не надо Никогда Мы же мандарины едим Видишь? Показываем, мандарины едим А, у нас еще две бабочки кукурузы Да, ты что? Что, дай дать будешь? Ты ее все равно не кушаешь, ты один Никита Передай, пожалуйста, мандаринки Мандаринки Хорошо все покушали Ну, давайте попрощаемся Дорогие друзья, спасибо вам, что были с нами Мы все вместе говорим вам До свидания До скорой встречи Подписывайтесь на канал Не забывайте ставить лайки Спасибо, что заходите к нам в гости Спасибо, что вы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok